Всем здравствуйте! Мы идем в старый парк МЖК. Идем просто по тенистой улице, разглядывая, что справа, а что слева. Меня заинтересовал этот парк ради фотографии. Многие мои подписчики знают, что у меня есть плейлист «Было-стало», где я показываю старую фотографию и то, что сейчас. Мне надо было сделать фото. Вот мы идем вместе с вами. Кто не знает МЖК Масло-Жир-Комбинат. Это название старое. Сейчас Шенкент-Май. А вот и остановка МЖК. А Шенкент-Май находится в одном из старых районов города. Но люди работают, приезжают на эту остановку. Было бы престижно для самой организации и для людей, работающих на ней, сделать нормальную современную остановку. Ну вот и главные ворота. АО Шенкент-Май. Мы видим, как выезжает автомобиль, скорее всего, с шротом. Сам технологический процесс производства Шенкент-Май является полностью безотходным. Шроты шелуха идут на производство кормов для животноводства, а часть масла используется в производстве высококачественного хозяйственного мыла. Кстати, раньше Ченкент-Май. Масло-жировой комбинат имел другое название – маслоэкстракционный завод. И только в 1949 году это предприятие было преобразовано в масло-жировой комбинат МЖК. Продолжая двигаться к парку, конечно же, будем говорить об МЖК и людях, которые там работали. У завода в то время было и подсобное хозяйство, и детский садик, а возле парка даже свое общежитие. А потом строились дома, где давали квартиры сотрудникам МЖК. До сих пор там живут из поколения в поколение. В тяжелые 90-е годы завод освободился и от садика, и от общежития, но полностью не развалился и продолжал работать. А это насосная станция, построена после приватизации части участка парка. Никому не нужный парк, делили на участки. Кому магазин, кому гараж, кому дом. Все мы увидим в парке. Сейчас мы к нему подходим. С правой стороны находятся четырехэтажные жилые дома. Мы туда еще подойдем. А впереди у нас небольшой магазинчик, которым пользуется весь этот район. Но уникальность не в магазине, а то, что рядом. Как сказал один из старожилов, это был питьевой фонтанчик для людей, гуляющих в парке. Были еще скамеечки, танцплощадка и небольшая концертная сцена. Сейчас остались многолетние деревья и пустота. Кроме той земли, которую люди умудрились приватизировать в то время. С грустью и с сожалением глядя на остатки парка, видя вот эти высоченные деревья, которые могли бы рассказать, что здесь происходило за эти годы. Но расскажу вам я о том, что прочитала. Некоторые давние исторические факты. Немножко истории о компании «Чемкен Май». История компании берет начало в 1942 году, когда был открыт и осуществлен запуск производства Чемкенского масложирового комбината. Ее продукция должна была кормить весь Советский Союз. Во время Великой Отечественной войны все работники предприятий участвовали в помощи фронту. Работники маслоэкстракционного завода вместе с работниками химфармзавода собрали деньги на танковую колонну с названием «Южный Казахстан», а также на авиаэкскадрилью и подарки тем, кто воевал. Страна восстанавливалась после войны. Рос ее промышленный потенциал и развивался и комбинат. Достраивался и даже говорят, что строили комбинат японские военнопленные. Кстати, 17-ю школу тоже строили японские военнопленные. Качественно и надолго. Вот такова история этого парка. А также предприятие АО «Шинкентмай», у которого замечательная продукция, которая пользуется весь Казахстан и отправляется за рубеж. Это растительные масла, майонез и майонезные соусы, хозяйственное мыло и кормовая продукция. Всем, кому было интересно, досмотрел до конца и не уснул, большой респект. Потому что я, как бывшая воспитательница детского сада, рассказывала вам, как сказку, как маленьким своим деткам. Чтобы вы это не забыли, пусть у вас останется все это в памяти. Всем пока-пока!